Приветствую вас в домике для цитрусов. Сегодня речь пойдет о поливе. О поливе наших растений, наших цитрусов и именно в контейнерном содержании. То есть люди, у которых есть теплица, зимние сады, у них не возникает проблемы вопросов о поливе. У кого балкончики, подоконнички, к сожалению, поливе. Вопросов очень много о поливе. Сейчас мы некоторые рассмотрим. Поливать наши цитрусы надо так, чтобы смачивался весь земляной ком. Очень хорошо он должен смочиться и равномерно. Мы не можем полить чуть-чуть или плюхнуть в серединку или как-нибудь. Земляной ком должен смочиться весь. Так, этот у меня апельсин. Это тарока с гамлиным, гибрид тарока-гамлин. Он, наверное, хочет вообще другой горшок. Сейчас я посмотрю, что у него тут с корнями, потому что он очень быстро пересыхает. О, сколько у него корней! Надо увеличить горшок, потому что они уже упираются, упираются у него корешочки в горшочек. Поливаем так, чтобы вода протекла в поддон. У меня нет дренажа, я напомню, и земля через дренажные отверстия не выливается. У меня здесь довольно-таки большие дренажные боковые отверстия. Ничего не вымывается, все остается в горшке. Тем более, у него там уже вообще сильно корни заплели. И нужно все-таки перевалить, хотя мне не очень-то и хотелось. Наливаем воды. Он очень сухой, подсох хорошо, впитал все. Вода очень быстро выльется в поддон. Я ее оставлю на несколько часов. Именно этот апельсин, он впитает все обратно и воду не придется выливать. Если у вас не до столько много корней и растение не так сильно впитывает воду, воду из поддончика нужно вылить через несколько буквально часик. Вот вода пролилась в поддончик. Я оставлю через некоторое время вода впитается, потому что он уже сухенький и хорошо впитывает. Требуется пересадка. Также и все остальные цитрусы поливать нужно так, чтобы вода протекла в поддон. Оставляем ее на несколько часов. Все, что не впиталось, мы выливаем. Поливаем цитрусы так, чтобы смочился весь земляной ком. Не чуть-чуть, не как попало, не просто в середку плюхнуть водички, а так, чтобы смочился весь земляной ком. Налили воды, она пролилась в поддончик, постояла несколько часов, что не впиталось, все вылить. Дренажа у меня нет, земля через дренажное отверстие не вымывается. Последнее время я вижу прям вот несколько постов было подряд о том, что пытаются сохранить влагу в горшках и сверху в горшочки кладут табак, мох и еще какие-то растения, приспособления, в общем, пытаются замульчировать. Это очень вредно. А еще керамзит. Прям верхний слой такой весь лежит с керамзитом. Это для наших цитрусов контейнером содержаний очень вредно. Во-первых, керамзит хорошо впитывает воду, у вас будет всегда влажный верхний слой, вы не определите правильный полив. Это грозит закисанием почвы и загниванием корневой системы. А также появление на верхнем слое грунта многоножек, такие беленькие-маленькие прыгающие сикарашки, называются они поддуры. И мошки появляются. Эти мошки это грибной комарик. Сам грибной комарик, он не вреден. Вредна его личинка. Она питается молодыми корнюшками. То есть это как бы все очень вредно. Был недавно пост, я видела о том, что посоветовали положить табак. Продавец посоветовал положить табак в горшок во избежание этих многоножек. Табак очень вреден для растений. Загугливаем, что мы видим. Табак обыкновенный. Это травянистое однолетнее ядовитое растение. То есть, ну да, его используют там для сигарет, для сигар. В народной медицине используют никотиновую кислоту, которую там из него выделяют. Но не для цитрусов. То есть вы поливаете все эти вещества, которые находятся в табаке. Их тут очень много. Они вредны в итоге для цитрусов. Появляется мало того, что залив. Признаки залива появляются. Это такой некроз на листочках. Так еще и отравление. Вы отравляете табаком свои растения. Также само керамзит влияет и мох, который вы ложите наверх. Потому что мы должны бороться с лишней влагой в наших горшках. А не наоборот, ее там сохранять. Лучше частый полив. Полив так, чтобы смакал весь земляной ком. Промакал. Вернее, смачивался. Вот ни в коем случае, чтобы не было закисания и загнивания корневой системы от постоянной влаги. То есть вот, ну, нормально, жарко сейчас. И хорошо быстро просыхает. Если просыхает хорошо грунт, у вас ничего и так не заведется. Только могут быть следы от червяков заметные. Такие домики, которые они сверху строят. Или же поднимаете горшок, а там блюдечки заметные. Следы, чтобы в горшке живет червяк. От него, конечно, тоже желательно испариться, если вы боитесь червяков. Я не советую вам делать никакое эмульчирование сверху в ваших горшках. Горшок должен быть чистый. Сверху не должно быть никакого, никаких неживых предметов. Для того, чтобы лишнюю влагу у вас впитывали, хорошо в горшочках сидит вот такая вот мшанка. Я ошиблась, когда говорила, что это кукушкин лен. Это не кукушкин лен, это мшанка. Это растение легко продается, оно есть в доступе, используется для альспильских горок. Оно хорошо поглощает влагу и закрывает весь покров верхний, то есть как бы предохраняет тем самым от излишнего высыхания. Но у меня много растений сейчас пересаживалось, заменялся верхний слой и оно есть не во всех горшках сейчас. Но попозже оно, я его рассажу, оно быстренько размножится. То есть мы ничего живого туда не ложим, такого как керамзит, табак и мох. От этого избавляемся горшок либо чистый, либо он живыми растениями. Хорошо с влагой борются также традисканцы. То есть поливайте его обильно, весь ком смокает, все лишнее поглощает традисканцы, мшанка или крестовник роули. Он и декоративно смотрится, и хорошо борется с лишней влагой. Особенно это хорошо в осенний период, осенне-зимний период, когда в квартирах отключается отопление, наступает более такой прохладный период и растениям нужно меньше полива. Если вы его чуть-чуть перелили, то это не так страшно, потому что что сидит живое, оно его поглотит лишнюю влагу, чем то, что вы там замульчировали, произойдет закисание, заведутся какие-то там букашки. В горшках не должно быть ничего неживого, только живые растения. Мшанка, традисканцы, крестовник роули. Вот посмотрите, уже впитывается вода у этого апельсинчика через боковые дренажные отверстия. Можно будет даже еще подлить, пока он дойдет в очередь до его перевалки в больший горшочек. Еще один такой момент. О вреде всего неживого в наших горшках. Так случилось, что я недавно пополнила ряды аллергиков. И каково было мое удивление. В общем, у меня сезонная аллергия на сорные травы, на миксы сорняков, цветущие пыльцу и всякую такую фигню. И, в принципе, достаточно удивилась, потому что аллергия есть еще на грибок, на грибки. Грибок кладосперу. Он селится вот на таких вот листочках, на вот такой вот отмершей органике. Пока она разложится, на нем селится грибок. Вот. Что такое гриб кладосперум? Гриб кладосперум размножается в почве и листве в теплое время года. Споры и фрагменты плесневого грибка распространяются воздушным путем, попадая в помещение, оседают в пыли. Для его быстрого роста необходима постоянная влажность. Вот. Ложа в наши горшки всякую неживую органику, мы еще можем развить там грибок. И грибок окажется аллергенным. Начинается чих, кашель и доходит до бронхиальной астмы, если это сильно там усложняется и развивается. То есть, избавляемся от всего неживого. Вот, мой апельсин уже почти впитал воду. Я бы его еще полила, потому что сегодня ему перевалка не светит. Завтра тоже не светит перевалка. Вот. Поливаем так, чтобы промок весь земляной ком. Вода должна вылиться в поддон. Лишнее сливаем. Все неживое мы убираем из горшков, оставляем только живые растения. Держим наши цитрусы в чистоте. Тогда у нас не будет ни аллергии, не заведутся никакие сикарашки, почва не закиснет, она у нас будет хорошая. Не загниют корни, будет хорошая корневая система. Вот. Я вам показывала. И цитрусы будут хорошо выглядеть. Выращивайте цитрусы у себя дома. Держите свои цитрусы в чистоте. Также подоконники, чтобы не завелась никакая плесень. Не дай Бог, какой-то грибок там вызовет аллергию. Радуйте своих друзей и близких красивым внешним видом своих растений и будущим вкусными плодами. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»